Всем привет, меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале и рада также вас приветствовать во второй части фаворитов 2022 года. И сегодня у нас с вами выпуск версия бюджетная косметика. Самым дорогим брендом, который мы сегодня с вами будем обсуждать, является NYX и наверное LA Girl и Revolution, пожалуй. Кико Милана я отнесла уже в Middle Market и мы уже будем разговаривать про Кико Милана, про Шик в рамках следующего третьего видео. Потому что все-таки, что Кико, что Шик сейчас уже далеко-далеко не бюджет. И давайте с вами начинать и как обычно мы с вами будем разделять по подгруппам. Поехали! Первый этап нашего с вами любого макияжа это база под макияж. И из баз под макияж, из бюджета у нас с вами будет только один продукт от бренда NYX. Это Plump Right Back. Мне понравилась эта база, она хорошо впитывается и дает неплохое увлажнение. Никаких нюансов и проблем с этой базой я не заметила. Она немного разглаживает текстуру. На этом собственно говоря все. Вы можете заменить эту базу любым уходовым продуктом и добиться схожего эффекта. Но если вам нужна именно база под макияж, то вот вам неплохой продукт. Еще мне нравится подружка Marshmallow. И теперь переходим к тональным основам. У нас их с вами будет аж целых пять штук. Начнем пожалуй с Physician Formula. И вот она собственно говоря. Это Silk Foundation Elixir. Подойдет на нормальную, склонную к сухости и сухую кожу. Если у вас жирная или же комбинированная кожа, вам не понравится, будет слишком жирненько. Когда продукт отстаивается, здесь заметно, что где-то четверть продукта это масло. Именно поэтому она и будет хороша на сухую кожу. Так она будет давать неплохое увлажнение. Здесь скорее влажный подсвечивающий финиш. Смотрится на лице неплохо. И продукт достаточно стойкий. Касаемо покрытия, оно где-то среднее. Можно растянуть чуть потоньше. Наслоить можно, но совсем-совсем минимально. То есть рассчитывайте на среднее покрытие, какие-то нюансы и проблемы кожи. Продукт перекроет. У меня здесь есть один нюансик. Это то, что у меня пипетка не работает. И мне приходится продукт просто выливать. Но то, как он выглядит на лице и то, как он носится, мне более чем нравится. Далее у нас с вами будет продукт от бренда Lamelle. Да, я знаю, что в России сейчас многие избегают этот бренд. Но, тем не менее, это очень хороший продукт, который я пробовала в 2022 году из линейки Smart Skin. Здесь у нас с вами SPF 30+. Продукт хорош тем, что он прекрасно распределяется по склонной сукости кожи. Не подчеркивает никакие нюансы, никакую текстуру кожи. Неплохо держится на лице, потому что он полусиликоновый. И сравниваю его с футуристом. Футурист, конечно, будет абсолютно другой по текстуре. Я просто видела когда-то какие-то сравнения с футуристом. Нет, они просто ведут себя по-другому и по-разному на коже. Нормальная, склонная к сухости, сухая кожа. Да, жирная, комбинированная. Нет, покрытие здесь ниже среднего. Но продукт выглядит на лице просто бомбически. Теперь давайте поговорим про... Нет, вначале про NYX, потом про Evelyn. Потому что у меня есть две тональные основы от Evelyn. И, в принципе, они мне понравились. NYX Total Control Pro. Это малышка. Здесь всего лишь 10 или 20 мл продукта. Точно вам скажу сейчас. Здесь 13 мл продукта. Но продукт распределяется просто как бусечка. Здесь покрытие практически полное. Его можно наслоить. И это вариант, когда вам вы можете растянуть. То есть вы можете нанести очень тоненько. Вы можете поднаслоить и получить вообще супер полное покрытие. Да, вы не получите легкого покрытия. Здесь вообще без шансов. И несмотря на то, что здесь 13 мл продукта. Из-за того, что здесь такое плотное покрытие, его много не надо. Подойдет на склонную к сухости кожи. Потому что здесь текстура водичка. И классно при этом распределяется. На жирную кожу тоже в теории должен подойти. Но вы должны понимать, что я бы дополнительно еще по жирной коже прошла с фиксирующей пудрой. Для дополнительной стойкости. Для супер сухой кожи обязательно подготовка. Обязательно нужно сделать что-то с шелушениями. Потому что может немножечко подзалипнуть на каких-то шелушинках. Так как здесь масла меньше, чем в физишинку формула. То и увлажнение здесь будет гораздо-гораздо меньше. И в течение дня возможно такой неприятный момент, что может чуть-чуть, но подсушить. Поэтому будьте аккуратны, если у вас все-таки склонная к сухости. Но продукт ляжет на вашу кожу. Эвелин. У нас с вами будет много Эвелин в этот раз. И много Катри Сэссенс. Прям супер много этих продуктов. Больше всего мне понравился Вандер Матч. Тон, чем Бетта Дэн Перфект. Но это тоже неплохой вариант бюджетной тональной основы. Касаемо Бетта Дэн Перфект. Это скорее матирующая. Ну ладно, матовая тональная основа. Касаемо Вандер Матч. Вандер Матч, простите. Это подсвечивающая тональная основа. То есть они разные по назначению. Также Бетта Дэн Перфект хорошо фиксируется и практически не переносится. Из плюсов также то, что вы можете поднаслоить. Из минусов. Окисляется гадость. Окисляется где-то на полтона тон. И Вандер Матч также окисляется приблизительно на полтона. То есть нужно аккуратно подбирать оттенок. Хорошо распределяется. Подойдет на нормальную комби и жирную кожу. Сухая кожа в конце дня может не полюбить этот продукт. Потому что скорее всего какие-то морщинки или же какую-то текстуру может подчеркнуть. Поэтому будьте пожалуйста аккуратны. Но на хорошо подготовленную кожу, даже на сухую продукт ляжет. Так как он достаточно жирненький. Можно чуть-чуть поднаслоить. Покрытие у него от легкого к среднему. Ближе все-таки к легкому. Касаемо Вандер Матч. Бусечка. Бусечка. Очень будет напоминать Миттл Маркет. И какие-то чуть более дорогие продукты. Классно распределяется. Дает легкий эффект подсвечивания. На лице смотрится как вторая кожа. Просто замечательно он смотрится. Кому подойдет? Нормальная комби. Жирная я бы уже определенно точно не стала. Хотя бы из-за того, что здесь есть у нас с вами подсвечивающий эффект. На сухую кожу будет непросто положить. Потому что здесь есть леконы. И если есть какие-то шелушинки. Продукт будет залипать. То есть для сухой кожи придется повозиться немножечко. И постараться чтобы подготовить. Но если кожа склонная к сухости. Будет классный вариант. И будет живое натуральное лицо. Мне этот тон наверное среди тех, которые я вам сказала. Понравился вам больше всего. И теперь консилеры. Консилеров у нас с вами тоже будет очень много. Мягко говоря много. Грубо говоря 7 штук. Давайте начнем с самого супер бюджетного. От бренда Belle. Это классический легкий консилер с алоэ. Здесь пигментация от легкой к средней. На слоите у вас особо не выйдет. Потому что это консилер из разряда водичка. Но так как это у нас с вами водичка. Продукт не будет подсушивать зону под глазами. И при этом будет классно распределяться. И вливаться в текстуру тональной основы. Если у вас кожа склонная к сухости. Если у вас нет никаких особых проблем. Это будет неплохой глазовый вариант. Дает легкое подсвечивание. В принципе мой мой замечательный продукт. Что здесь делать? Influence Beauty. Influence Beauty это у меня middle market. В котель. Потому что это слишком дорого. Lavera. Такая же ситуация. Что здесь у нас с вами покрытие приблизительно от легкого к среднему. Продукт классно увлажняет. Дает легкое подсвечивание. Сушить зону под глазами не будет. Но здесь есть такой маленький неприятный нюанс. Что продукт пахнет. Здесь очень яркая насыщенная отдушка. И я еще раз напомню. Что бренд Lavera это натуральная косметика. И здесь много масел в составе. Поэтому если вы аллергик на масла. Если вы аллергик на отдушки. То наверное вам этот продукт не сильно понравится. Но на лице. На зоне под глазами. Выглядит очень хорошо. Так. В парочку. Lamelle Smart Skin. Такая же ситуация как и с тональной основой. Мне нравится этот продукт. Он классно распределяется. Выглядит живо. Здесь была Жуля. Почему была? Потому что ее больше нет. Жули кушают много продукта. Сразу же их удаляйте к черту. И тогда продукт вам будет служить дольше. Удобная упаковка. Легко выдавливать. Хорошо распределяется. И смотрится под глазками. Если у вас кожа склонная к сухости. Если у вас есть какие-то морщинки. Особо не должен подчеркивать. И подсушивать. Но вы должны понимать. Что если у вас есть морщинки. Много такого продукта. Не наносится на зону под глазами. Иначе он закатается в морщинки. То есть нужно наносить по чуть-чуть. И обязательно сверху фиксироваться. Продукт не обладает самофиксацией. Потому что он достаточно жирненький. Новинка 22 года от бренда Catrice. Cover and Care. Неплохой также базовый бюджетный консилер. Который особо не будет подчеркивать зону под глазами. И не будет ее сушить. Это продукт скорее увлажняющий. Нежели фиксирующийся. Вам не удастся его так же особо сильно поднаслоить. Потому что это увлажняющий продукт. И соответственно увлажняющий продукт у нас с вами особо не наслаивается. Покрытие у него уже ближе к среднему. И в принципе никаких нюансов я так же не заметила у этого продукта. Распределяется так же замечательно. Так. Revolution или NYX. Давайте поговорим про Revolution. Тоже замечательный увлажняющий консилер. Который называется Eye Bright. Главное подобрать себе оттенок. Здесь так же была Жуля. Ее больше нету. Потому что, как я уже и с топи с утра сказала. Она кушает слишком много продукта. А мне продукт, например, жалко. Хорошо распределяется. Увлажняющий консилер подойдет на кожу, склонную к сухости. Если есть какие-то нюансы минимальные, перекроет. Так как покрытие здесь приблизительно среднее. Немножко даст легкий эффект подсвечивания. Мне также очень сильно запал в душу этот консилер. И в принципе из этой же линейки мы сейчас скоро... Мы сейчас скоро с вами еще увидим хайлайтер. Там тоже замечательный бюджетный хайлайтер. NYX. Увлажняющий консилер с полным покрытием. Я никогда такого не видела. Но вот это... Это просто нечто. Во-первых, это увлажняющий консилер, который не сушит под глазами. Во-вторых, здесь практически полное покрытие. То есть, если у вас вот прям очень плохо... У вас очень сильные круги под глазами. Вам нужно с этим что-то делать. И одновременно у вас кожа постоянно сухая под глазами. Серьезно, я никогда не видела настолько высоко пигментированно увлажняющего консилера. Это просто нечто. Мне безумно понравился этот продукт. Он классно распределяется. Он нигде не залипает. Идеально вливается в текстуру кожи. Но, пожалуйста, наносите всегда консилеру с умом. Помните про то, что в мимике должно быть минимальное количество, чтобы продукт не закатывался. И обязательно фиксируем такие продукты. Да. Вот 200% да. LA Girl Pro Concealer. Тоже хороший продукт. Также он существует в виде корректирующих консилеров. То есть корректоров цветных. Зеленым, синим, по-моему, даже есть в цвете. В каком еще я видела? В персиковом 100% есть. Здесь высокое покрытие. И этот уже продукт будет сушить. Потому что он фиксирующийся. И его нужно наносить по чуть-чуть. Склонная к сухости кожи скорее нет. Если у вас нормальная тиражерная, все будет хорошо. Можно с помощью этого продукта перекрывать уже какие-то прыщики. Вот все предыдущие продукты не годятся, чтобы перекрыть прыщики. Потому что они не фиксирующиеся. Этот продукт вполне себе подойдет. Потому что он хорошо фиксируется и будет держаться. Покрытие у него практически полное. И еще одна звезда, которую любят многие визажисты. Я наконец-то ее попробовала от бренда Dessayem. Очень крутой бюджетный консилер. Он правда безумно классный. Он классно распределяется. У вас есть время на подумать. Вы можете его отлично растушевать. Хорошо вливается в текстуру кожи. Сильно подсушивать не будет. Но при этом он обладает самофиксацией. Будет напоминать... Мне он напоминает Лору Мерсия. Ну вот такие вот дела. Очень классный консилер. Попробуйте, если никогда не пробовали. У меня в оттенке один. И это вот прям очень светленький. Оттенок светленький консилер. И еще два консилера. На этот раз у нас с вами розовые консилеры. Новинка от Catrice 22 года. Это а-ля аналог бекки. В принципе, как и от Re-Evolution. По итогу они работают плюс-минус точно так же. Если у вас круги под глазами в зеленоватых оттенках, то это ваш продукт. Вы перекроете именно розоватыми консилерами цветовой нюанс. И будет все хорошо. Продукт достаточно жирненький. И при этом он, конечно же, не фиксируется из-за текстуры. И схожий продукт от бренда Revolution. Также в розоватом оттенке. Разница будет заключаться в том, что это немножко разная текстура. Revolution будет чуть более жирный. Catrice будет чуть менее жирный. И будет чуточку поплотнее. В принципе, эти два продукта, на мой взгляд, взаимозаменяемы. Никаких проблем и нюансов я не заметила. Теперь переходим к кремовой коррекции. И начинать мы с вами будем, конечно же, со скул. Со скульпторов и бронзеров. Начнем со скульпторов. Belle. Belle. У нас также с вами будет очень много бренда Belle. Это Everyday Contour Concealer. Он существует в двух оттенках. У меня номер два, если я не ошибаюсь. Классный оттенок скульптора. Если вы белоснежка, если вы нейтральная девочка. Это розово-коричневый оттенок. Притом больше уходящий в розовый. Соответственно, если вы нейтральная и холодненькая, это прям ваше. Если вы теплая, если вы с загаром, вам этот продукт не подойдет и не понравится по оттенку. Это просто не ваш цвет. И этот розовый на вас превратится в нечто фиолетовое. Классно тушуется, классно переносится. Очень жирненький. Нет, в меру жирненький. Я скажу так. Бывают продукты чуть пожирнее. И сейчас покажу пример. Мне понравилось. И я, в принципе, советую. Очень интересный продукт. Wonderstick от бренда NYX, который мы с вами не так давно пробовали. С одной стороны у нас с вами скульптор, либо же бронзер, с другой стороны у нас с вами хайлайтер. И тот продукт хорошо касаемо оттенка. У меня номер 2. Есть оттенок посветлее. И это будет классический скульптор на нейтральную и холодную девочку. Он будет серовато-коричневато-розоватый. У меня, скорее всего, оттенок будет тепловатый на холодную и нейтральную девочку. Потому что он коричневато-рыжеватый. Но рыженки в нем практически нет. Он скорее больше коричневый уходит. Мне понравился продукт. Пигментация здесь средняя, в принципе, как и у бренда Bell. Все зависит от того, как вы будете его наносить и распределять. Тени залипают, тушуются замечательно. Это полувосковый, полукремовый продукт. Из-за этого он хорошо распределяется. И из-за этого он, в принципе, неплохо держится на лице. Но касаемо всех кремовых текстур, вы должны понимать, что если вы обладательница жирной кожи, ваша кожа все это съест и не заметит. Без закрепления вы совсем никак не наносите на себя кремовую текстуру. Ну, это особенность жирной кожи. В принципе, неплохой продукт. Касаемо хайлайтера, тоже неплохо распределяется. Выглядит на лице красиво. И это деликатное сияние на каждый день. Любой кремовый продукт, это самый лучший вариант на каждый день. Катрис. Катрис у меня в оттенке 01. Великолепный бюджетный скульптор. Это действительно уже скульптор. Оттенок розовато-коричневый. Классно тушуется. Классно переносится. Приносите всегда эти продукты через руку, чтобы больше контролировать. Пигментация у него также ближе к средней. Можно без проблем поднаслоить. И с другой стороны, здесь, правда, бесполезный продукт для высветления. И мне он не нравится, потому что он может проваливаться в текстуру кожи. И это начинает смотреться не очень. Я рекомендую именно скульптор. Но никак не вторую часть продукта. Бронзер. В этот раз у нас с вами уже будет бронзер от Maybelline. Я впервые попробовала этот продукт. Он существует давно. Но именно в этом году я его впервые попробовала. И он мне понравился. Это жирненький бронзер, который классно распределяется. Очень классно тушуется. И нигде не залипает. Чем-то будет напоминать схожий скульптор бронзер от Kiko. По-моему, в оттенке 202. То есть, они будут очень и очень сильно пересекаться. Здесь, с одной стороны, у нас с вами светлый оттенок. С другой стороны, темный оттенок. Но по итогу они смешиваются. И получается нечто среднее. Классно тушуются. У меня нет никаких нареканий. Но вот этот продукт 100% не будет держаться на жирной коже. Так как он сам по себе жирненький. Здесь нет никакой кремовой составляющей. Румяна. Будет не очень много, на самом деле. Revolution Hydra Bright Cream Blush. В оттенке... Без понятия, каком. А, в оттенке бич, простите. Это румяна хайлайтер. Если у вас жесткое акне, вам не подойдет этот продукт. Потому что он очень сильно подчеркивает текстуру. Если у вас какие-то легкие высыпания, как у меня. Где из разряда, когда вы разговариваете с человеком в метр. На расстоянии, вернее метр. Тогда окей. Проблем не будет. Потому что это видно не будет на самом-то деле в жизни. Конечно, когда я наношу близко, вы видите всю текстуру. И вы видите все мои нюансы кожи. Но никогда в жизни человек не будет так близко к вам находиться. И вы никогда не... И он, и вы никогда не будете видеть текстуру до такой степени. И никогда не будете обращать на это внимание. Классно тушуется. Замечательный оттенок. И классно распределяется. Это уже полукремовая текстура. Даже я бы сказала полужидкая, полукремовая. Далее опять-таки у нас с вами NYX. И это очередной замечательный продукт от этого бренда. В стике. Полукремовая, полувосковая текстура. Классно распределяется. С двух сторон у нас с вами румяна. Мы можем выбрать, какие мы с вами захотим. У меня в оттенке два вроде как. Honey Orange и Rose. Классно тушуются. Переносите опять-таки через руку. Для того, чтобы больше контролировать. Неплохо держится на лице. Но 14 часов, 13 часов, как я ходила с этими продуктами. Конечно, они не выдерживают. Это слишком-слишком много. Мне понравилось. И последний стик будет от Catrice. Это будет аналог и замена схожего стика от Belor Design. Если вам нравится Belor Design. Вы, например, сейчас живете в Европе. Ваша замена. Продукт также сделан в Польше. Хорошо распределяется. Не вариант на жирную кожу. Так как слишком жирненький продукт. Здесь уже пигментация легкая. То есть придется наслаивать. Потом хорошо наслаивать. И очень хороший оттенок. Ваш самый лучший оттенок румян. Это цвет вашей слизистой на губах. В моем случае для меня. Это один из самых лучших оттенков. Хайлайтеры жидкие. Четыре штучки. Давайте начнем с Vivienne Sabo. Да, Vivienne Sabo у нас с вами тоже будет. Классный оттенок. Классный хайлайтер. У меня в оттенке 0,1. Классненько распределяется. Классно тушуется. Вообще все классно. Все классно. Очень-очень круто. Мне понравилось. Деликатное сияние на каждый день. Можно наносить на зону декольте. Тоже будет выглядеть замечательно и красивенько. Оттенок скорее уходящий в нечто холодное. Соответственно это больше вариант на холодную нейтральную девочку. Далее у нас с вами будет Maybelline. Я впервые также попробовала этот жидкий хайлайтер. Он мне понравился. Face Studio Chrome. Здесь уже вариант исключительно на теплый потон. Либо же на нейтральный загар. То есть на лето. Потому что хайлайтер сам по себе золотой. Исключительно золотой. Яркая. В этот раз у нас с вами яркая будет. Насыщенное сияние. Продукт без проблем наслаивается. Классно держится. И не растворяет текстуру. Все продукты, которые я сегодня показываю. Они не растворяют текстуру, тональную основу. Если бы они растворяли, их бы здесь не было. Потому что я к таким продуктам отношусь очень не очень хорошо. Revolution. Revolution Bright Light. У меня в оттенке Dream Pink. Классный хайлайтер. Боже, какой крутой хайлайтер. Чем-то будет напоминать Кик Милана. Я Шарлоту не пробовала. Но многие сравнивают этот хайлайтер именно с Шарлотой. Плотное нанесение. Яркий продукт. Можно нанести как поярче, так и потелекаднее. Розовый оттенок. Это классический розовый оттенок. С беловатой базой. Базы на самом деле на лице практически не видно. Также очень достойный вариант. Простите. Здесь была Жюля. Жюля здесь, как обычно, нет. Жюлю удаляем. И еще один обалденный жидкий хайлайтер, который вам хватит, я не знаю, на энное количество лет. От бренда Evelyn. И это Варита. Это новинка 22 года. Это просто космос. Это просто огнище. Если вы визажист и вам вечно не хватает продукта на зону декольте, вы вечно выбираете сухие текстуры, а вам хочется живого классного сияния, 30 мл. Хватит надолго. У меня, по-моему, в оттенке один, но существует в двух оттенках. Это плотный продукт, который классно распределяется, нигде не залипает. Он достаточно яркий по сиянию. Если хотите нанести поделикатнее, можно, но придется постараться. Сияние, я бы сказала, здесь среднее, но легко наслаивается и, в принципе, легко контролировать его. Да, вот среди вот всех коллекторов вышитких, которые я вам показала, наверное, это вот прям топ-топ-топ из топа. Цена. Цена и громовка. Огонь. И здесь у нас с вами стекло, что для бюджета дорогого стоит. И теперь, наконец-то, с вами мы будем... Нет, не будем. У меня еще два хайлайтера. Я про них чуть не забыла. Это Essence Catrice. Sorry. Чуть не забыла. Essence No Much Love, который мы также с вами недавно, не так давно тестировали. Основный минус, конечно, упаковка. Но сам продукт. На холодную, нейтральную девочку самое оно. Это беловато-розоватый хайлайтер, который классно тушуется и легко вливается в текстуру кожи. Сияние здесь достаточно яркое. И Catrice, который все называют аналогом Huda Beauty. Я, честно, ходила в магазин, делала свой Huda Beauty. Huda Beauty мне не очень сильно понравилось. Потому что там какие-то полуодельные блестки и, скорее, слишком жирная текстура. А Catrice мне зашла. Здесь и упаковка. Классный сам продукт внутри. Обалденный. Изначально у меня он по сиянию уходит в серебро просто потому, что золотисто-розоватые частицы у меня на самом дне. Поэтому пока что на текущий момент он подходит на нейтральный и холодный потон. На теплом он смотрится просто слишком белым. Но как он распределяется, как он смотрится на лице, это дорогого стоит. По сиянию он будет деликатнее эссенс. И будет смотреться чуть более натуральненько. А вот теперь, наконец-то, переходим к сухим текстурам. Начнем мы с вами с пудр. И, пожалуй, со светоотражающих пудр. Белль гиалуроновая пудра. Обалденная. Классная. Классная дает подсвечивание. Незаметно на лице. Мельчайший помол. И здесь безумно классная прессовка. Сравнивая ее с релуишной пудрой. Релуишная проигрывает Белль. Потому что там слабая прессовка и чуть более крупные частицы. На мой взгляд, это очень крутая бюджетная подсвечивающая пудра. Makeup Obsession. Не так давно с вами пробовали. Я считаю, что это тоже прекрасная бюджетная подсвечивающая пудра. Здесь просто обалденная прессовка. Продукт не пылит. Дает классный эффект подсвечивающая. И плюс это тонкая пудра, которая незаметна на лице. Чем-то будет напоминать Vivienne Sambo. И, собственно говоря, Vivienne Sambo. Пудра, по которой все сходили с ума. И на которую, вернее, кто-то вечно поднимает цены. Классная бюджетная пудра. Если она действительно продается по необходимой цене. Здесь мелкий помол. Она незаметна на лице. Дает классный эффект подсвечивания. Притом я хочу обратить внимание, что достаточно яркий эффект подсвечивания. Если вам нужно что-то поделикатнее. То, скорее всего, вам больше понравится Белли. Либо же Hourglass. Например, некоторые виды пудры Hourglass. Также будут чуть более деликатными. Схожие и взаимозаменяемые. Плюс-минус. Только у Vivienne Sambo будет, по-моему, мельче, чем у Makeup Obsession. Есть еще одна подсвечивающая пудра, которую я могу вам посоветовать. Но здесь будет некоторый нюанс, некоторая оговорка. Это Lavera. Оговорка заключается в том, что здесь есть запах. Здесь есть оттушка. Так как продукт содержит масла. В составе сушить не будет. От слова совсем не будет сушить. Я, кстати, знаю, что Рей Луи. Именно подсвечивающая версия пудры. Некоторым девочкам сушит лицом. Такие вот дела. Что Белль, что Vivienne Sambo не должны сушить. Makeup Obsession. Вот у меня немножечко под вопросом. Мне тоже кажется, особо сушить не должен. Здесь мелкий помол. Продукт выглядит на лице красиво. И дает классное подсвечивание. Поэтому я тоже рекомендую. В случае, если у вас аллергические реакции. Проходим мимо. Классические фиксирующие пудры. Lamelle. Lamelle и опять линейка Smart Skin. Потому что это, блин, это обалденно классная линейка. Она мне очень сильно понравилась. Здесь мелкий помол. Продукт не заметен на лице. Дает легкий блюр. Особо сильно сушить не должен. Дает скорее натуральный финиш. То есть лишний блеск уберет. И в то же время матового эффекта у вас не будет. L.A. Girl тоже неплохая пудра. Хорошо распределяется. Уже дает чуть более матовый эффект на лице. Но в то же время еще живой эффект. Потому что у нас с вами будут две пудры, которые хорошо матируют. И дает скорее полусценический образ. И в случае сценического образа, в случае видео, эти две пудры в принципе будут хороши. Но с ними нужно быть просто аккуратненькими. Поэтому L.A. Girl пока что стопроцентная. И здесь неплохой дозатор на удивление. Здесь нет крышечки, которая закрывается. Но при этом продукт не вываливается во все стороны. Как это часто бывает. Есть также у нас здесь с вами пуховочка. Я забыла про одну пудру. Подсвечиваю еще опять-таки от Evelyn. Evelyn в Риты. Здесь прикольная пуховка. Розовенькая, симпатичная. Дозатор на самом деле такой себе уже в этом случае. Потому что он крупненький. Пудра мельчайшего помола со светоотражением. Плюс эта разобушка смотрится на лице бомбически. Это именно подсвечивающий вариант пудры. Цена конечно на нее высоковата. Учитывая то, что по-моему здесь 5... Нет, 6 грамм продукта. За 6 грамм продукта цена немножечко завышена. Но сама по себе пудра слишком хороша. Эссенс. Да, у нас с вами также будет эссенс. Новинка 22 года. Фикс Ласт 14 часов. Она не особо видна на лице. Из нюансов. Если вы девочка с загаром. Если вы девочка потемнее. Она будет заметна у вас на лице. Потому что это белая пудра. И это белая пудра. Белый налет будет виден. Соответственно и будет давать легкое выбеливание. На Т-зону будет классно смотреться. Но если вы будете наносить на все лицо. То будьте аккуратны. Если вы девочка светлая, вы не паритесь. Для вас это очень хороший продукт. Здесь мелкий помол. Пудра неплохая. И по помолу. И потому что ее не видно на лице. Классно распределяется. Дозатор конечно такой себе. Тоже все-таки продукт немножечко вылазит из дозатора. И две пудры. Которые из разряда. Хочу чтобы было матово. Хочу чтобы держалась весь день. И хочу для фото видео. Революшн и Вибо. Они не плохие. Но они исключительно подходят на те случаи. Которые я вам отписала. Если у вас кожа сильно жирнется. Эти пудры выдержат это. И будут смотреться на лице весьма и весьма толково. Если у вас кожа склонная к сухости. Вам они не подойдут. Потому что не могут даже вам слегка подсушить кожу. И вам не понравится эффект от этих пудр. Здесь достаточно мелкий помол. Неплохо распределяется. Обе пудры на мой взгляд. Плюс-минус взаимозаменяемые. Здесь 32 грамма продуктов. Революшн хватит просто надолго. Вибо около 14 грамм. Вибо это производство по-моему. Сказала два раза по-моему. Это больше. То же самое что Революшн. Революшн продается в ДМ. Можно купить под брендом Революшн. Это будет одна и та же пудра. Так. Сухая коррекция. И бронзером. Наверное начнем вначале с такой коррекции. Потом уже перейдем к бронзерам. Потому что у меня здесь тоже много продуктов. Опять видео будет длинным. Но что поделать. Именно продуктов для скульптурирования у нас с вами будет два. Первый опять от бренда Белли. Это Face Modeler Powder в оттенке 01. Прекрасный скульптор. На нейтральную холодную девочку. На белоснежку не подойдет. Потому что здесь есть коричневый оттенок. Описывая оттенок это коричнево-розовый. Классический коричневый-розовый. Замечательно тушуется. Рисовка тут просто идеальная. Благодаря этому продукт не пылит. Много вы не набираете на кисточку. И никогда с ним не перестараетесь. Можете поднаслоить. Мне нравится. Минус упаковка. Это бюджет и упаковка. Это вечная болезнь. Перепера. Это тоже скульптор. Это именно не бронзер, а скульптор. Здесь у нас с вами три оттенка. Можно намешать что-то среднее. Этот продукт подойдет скорее на нейтральный подтон. И возможно на холодную девочку. Но вот опять-таки белоснежка точно забывает про этот скульптор. Белоснежке нужен скульптор в фиолетово-сером цвете. Он есть у Лилом. Посмотрите в оттенке 01. Неплохо тушуется. Слабая пигментация. Хорошо распределяется. Отличная прессовка. Все хорошо, кроме упаковки. И цена, конечно, на пири-пири будет выше, чем у Белли. Переходим к бронзерам. Они у меня все относительно нейтральные. Сильно в рыжинку не будут уходить. Итак. Начинаем с бренда Catrice. И бронзер, которым можно убить. Здесь 30 грамм продукта. И если честно, это полубронзер. Потому что описывая оттенок, он коричневатый. Содержит немножко розовинки. Он просто супер нейтральный. Подойдет на нейтральную девочку. Можно попробовать даже на холодную девочку. На теплой, в принципе, тоже будет смотреться хорошо. Здесь нет рыжего подтона. Классно тушуется. Обалденная прессовка. Ну да, здесь 30 грамм продукта. Из минусов, конечно, упаковка. Потому что она также развалится относительно быстренько. Здесь есть оттушка. Сразу предупреждаю. Еще один продукт от Catrice. Еще один бронзер от бренда Catrice. Это не новинка 2022 года. Но я только в этом году и попробовала. И это просто божественно. Sun Lover. 8 грамм. Это уже не матовая версия бронзера. Вот здесь у нас с вами была матовая версия бронзера. Это сатиновая версия бронзера. Слабо пигментированный продукт. Тоже был слабо пигментированный. Хорошо тушуется. Вообще просто идеально тушуется. Никаких залипаний никогда у вас не будет. Не уходит ни в рыжий никуда. Это классический базовый нейтральный бронзер. Боже, он очень крутой. Отдушек нет. Потому что мне почему-то сейчас в голову пришло, что будет какая-то отдушка. Кстати, чем-то будет напоминать бронзер от Chic. Что пришло в голову, то и говорю. Правда, чем-то будет напоминать бронзер от Chic. Так, Эвелин бронзер в оттенке 02. Существует в двух или в трех цветах. Сатиновая текстура. Классно набирается на кисточку. Сильно не пылит. Это полузапеченный продукт. Замечательно тушуется. Пигментация легкая. Можно наслаивать, если вдруг вам это нужно. Не уходит, вернее в рыжий. Все хорошо. Просто все замечательно. Чем-то будут пересекаться с Catrice. Но Catrice будет, вернее в Catrice будет чуть больше световозвращающих частиц. И чуть больше будет каких-то дополнительных крупных блесточек. В Эвелин их будет поменьше. Вариалии Too Cool for School. Ну давайте про Too Cool for School поговорим. Стоимость этого продукта в районе 10 долларов. Если вы видите больше, то кто-то вам что-то не то говорит. Заказывайте на Е-Стайл или на Джолс и ждите скидок. Классно тушуется. Очень красивый оттенок. Очень правильный оттенок. Можно взять и намешать что-то потемнее. Можно взять и намешать что-то посветлее. Подойдет всем. Если только вы не белосняшка. Если вы белосняшка, вам нужны бронзеры. Именно в самом светлом оттенке. Где-то приблизительно вот в таком вот. У Лило есть такой цвет. И также есть у Benefit Hoola Light. Если они на вас... Они скорее всего в любом случае будут немножечко жирить. Так как бронзер нам с вами дает тепло. Если вам не нравится такой эффект. И вы белоснежка. То вы в принципе про бронзеры забываете. Нейтральный, холодный, теплый. Все будет замечательно. Пигментация здесь также легкая. Это матовая версия бронзера. Я не знаю почему в этом году никто не говорит про Лориаль. У них вышел... Господи, опять я сказала в этом году. Простите, это на ближайшие несколько месяцев. Пока я запомню в голове, что уже Новый год. Давно при том. Так. Это бронзер от Лориаль. Он вышел в 22 году. И он классный. Он нейтральный. Он классно тушуется. Он нигде не залипает. Он супер мягкий по помолу. Это матовая версия бронзера у нас здесь с вами. Здесь также есть зеркальце. Из нюансов он может немножко подпыливать. Но он прям супер мягкий. Я вообще не понимаю, почему про него никто не говорит. Люди, говорите про него. Он классный. Он правда очень и очень здоровский. С бронзерами все. Не считая того, что у нас еще с вами остались бронзеры в палетках. Но про палетки мы с вами поговорим чуточку попозже. Вначале мы полностью оговорим все однушки. Румяна. Кстати, у меня очень много хайлайтеров. Опять много хайлайтеров. Начнем с Катрис. Катрис. Ливнит. Ой, какая лимитка? Это не лимитка, это новинка 22 года. Матовая версия и сатиновая версия. Это обновленная версия румян. Мне нравится гораздо больше, чем румяна мозаики от Катрис. Потому что они пылят гораздо-гораздо меньше. Классно набирается на кисточку. Из нюансиков здесь есть легкий запах. Он не сильно заметен на лице. Вы его не ощущаете. Очень круто распределяется по лицу. Очень классные оттенки. Выберите, что вам нравится больше. Сатиновая или же матовая версия. Могут чуть-чуть подпыливать. Но только сатиновая версия подпыливает. Матовая практически вообще не пылит. Пигментация у них чуть-чуть высоковатая. На мой вкус она ближе к средней. То есть здесь уже нужно быть чуточку поаккуратнее. Бель. Бель. Румяна от Бель. Они сатиновые. Здесь три оттенка. Можно намешать свой. Хорошо тушуются. Нет никаких залипаний. Замечательно держатся на лице. Выглядят симпатично. Упаковка. Ну, с упаковкой и бюджет. В принципе, по-моему, все уже давно. Всем ясно и понятно. Они могут подчеркивать текстуру. Потому что здесь помол будет чуть крупнее, чем у Катрис. У Катрис будет мельче. Если у вас вот прям серьезная акна, то тогда и вам все равно хочется сатина. Ну, вот хочется человеку сатина. Что поделать. Тогда берите Катрис. Здесь будет меньше и деликатнее сияние. Эссенс. Снова Матч Лав. Я не могу не сказать про эти румяна, потому что они красивые. Они красивые, особенно на холодный и нейтральный подтон. Они содержат немножко фиолетового оттенка. Замечательно тушуются. Единственное, что опять-таки пигментация будет близка к средней. Поэтому наносить нужно аккуратненько. Упаковка просто отвратительная. Эвелин. Да, опять Эвелин. Румяна от Эвелин. Мой оттенок. Не смотрите на него. Мы с вами будем говорить про формулу и текстуру. Классно тушуется. Это матовая, полуматовая версия. Здесь очень-очень мелкий сатин. Еще мельче, чем в Катрис. Деликатное, супер деликатное сияние. Красиво смотрится на лице. Можно нанести как поярче, так и по нейтральным и средним. Пигментация ближе, скорее, все-таки к средней, нежели легкая. Хорошо, очень хорошо. И революшн. И еще, опять-таки, революшн. Не смотрите, опять-таки, на оттенок. Смотрите на формулу. Хорошо тушуется, сильно не пылят. Кстати, Эвелин вообще не пылит. Здесь чуть-чуть подпыливает продукт. Отлично набирается на кисточку. Отлично распределяется. Пигментация чуть выше легкой. Но до средней, как до луны, можно без проблем наслаивать. Очень мягкий, помол, очень деликатный продукт. Несмотря на то, что оттенок выглядит суперсветлым, на лице он заметен. Как бы это странно ни было. Симпатичный продукт, симпатичный оттенок. Так, хайлайтеры. О, Господи, их очень много. А, нет, еще одни румяна. Чуть не пропустила. Еще одни румяна от бренда Catrice. Это лимитированная коллекция со злодеями. Со злодейками диснеевскими. Крутой продукт. Очень классно. Здесь у нас с вами по ободочке идет матовая версия. Внутри у нас с вами идет сатиновая версия. Это закос на Шарлотту Тилбери. Что-то неплохой, на мой взгляд. Хорошо тушуются. Не пылят. Без залипаний. Пигментация легенькая. Классно. Очень классно. И сам по себе оттенок симпатичный. Только я предупреждаю, если вы холодная девочка, здесь есть немного персика. И персик может вылезти. Поэтому будьте аккуратны. Вот теперь хайлайтеры. Будет очень много от Catrice и Essence. Четыре продукта только от Catrice и от Essence. Ну, я не знаю. Catrice и Essence меня в последнее время, последние годы очень сильно радует. Начнем с Vivo. Это польский бренд. И хайлайтер, который называется Flawless Goddess. Он классно сияет. Он без базы. Он золотистый. Соответственно, теплый и нейтральный подтон на лето. Но у него есть маленький минус. Это то, что здесь крупноватый помол. И продукт может достаточно сильно подчеркивать какую-то текстуру кожи. Поэтому будьте аккуратны. Но то, как он сияет, то, как он выглядит на лице, это просто божественно. Особенно, если у вас хорошая текстура кожи. Огонечек. Еще один продукт от Vivo. Million Dollars Glow. Очень классный хайлайтер. Здесь мелкий помол. Продукт полукремовый. Из-за этого он классно вливается в текстуру кожи. Здесь есть отдельные блесточки. База, как таковой, особо нет. И оттенок золотой, как вы понимаете. Теплый и нейтральный подтон на лето. Но это выглядит безумно круто. На лице и на свочи это также выглядит просто бомбически. Классные продукты. Классный оттенок. Давайте закончим с Belle. И потом перейдем на Catrice. Belle. Хайлайтер. Да, да, да. Именно так. Он полупудровый. Из-за того, что он полупудровый, конечно, он сильно, ну, относительно сильно заметен на лице. В зависимости от того, как вы его распределите. Если вы сильно много видите продукта, то смахните его пушистой кисточкой, на которой ничего нету. Мне нравится оттенок. Он дуохромит из чего-то розового в золотистый. Подойдет, в принципе, всем. Потому что он не сильно желтый. Он скорее полу нейтральный. И чем-то будет напоминать оттенок шампанского. Безумно красиво смотрится на лице. Подпыливает. Его основной минус. Упаковка. Это про упаковку. Давайте про упаковку даже не говорить. А то я всегда сталкиваюсь, наталкиваюсь на упаковку. Потом говорю вам, что упаковка плохая. La Vera. Мелкий помол. Мелкая текстура. Полукремовый продукт. Здесь есть база. Именно этот оттенок подойдет. Там есть второй цвет. Но он также будет слишком светлым. Поэтому подойдет на нейтральный и на холодный потон. На теплый потон будет видна белая база. Поэтому я советовать не буду. Опять предупреждаю. Есть запах. Есть масла в составе. Поэтому аккуратненько. Revolution. Какой классный хайлайтер. Какой классный хайлайтер. Безумно крутой продукт. Сильно не пылит. База особо не видна на лице. Идеально вливается в текстуру кожи. Замечательно. Замечательно. Просто три раза замечательно. Очень-очень классный и красивый хайлайтер. Ну теперь и Essence и Catrice. Давайте начнем с Catrice. Потому что Catrice одна штучка. Три остальные это Essence. Но завод один и тот же. Итак. Новинка 22 года. Хайлайтер, который называется Glow Lover. В Беларуси сейчас он продается на Ози. Уже доступен, по-моему, к продаже. Стоит в районе 20 белорусских рублей. Это, конечно, цена немножко завышена. Но как бы что поделать. Это супер мельчайший по помолу хайлайтер. Он розоватый. Подойдет на нейтральный и холодный подтон. Будет смотреться великолепно. Его не видно на лице. Идеально вливается в текстуру кожи. Ощущение, как будто вы более дорогой продукт трогаете. Настолько здесь мелкий помол. И настолько здесь красивое сияние. Деликатный. То есть, если вы любите поярче. То это не сюда, а вам к Революшн. Революшн будет гораздо-гораздо ярче, как и любо. Белли будет чуть более поделикатнее. И Лавера тоже будет достаточно яркой. Здесь вариант на каждый день. Деликатный вариант на каждый день. Безумно классный хайлайтер. Он, правда, очень-очень здоровский. Лимитка. От Essence на 25-летие. Я не могу про нее не сказать. Если вам нужен цветной хайлайтер. Розовато-золотистый. Сюда, пожалуйста. Хорошо тушуется. Это достаточно яркое сияние. На лице особо базы не видно. Очень красивый отблеск. Больше все-таки будет уходить нечто золотое, нежели розовое. Прикольный оттенок. И вот прям две звезды от Essence. Это супер две звезды. Новинка 22-го года. Которая называется Make Me Glow Baked Highlighter. Это замена белорусского хайлайтера Голливуд. Они сделаны на одном заводе. Идея это 100%. Исходя из помола. Составы разные. То есть они будут вести себя немножко по-разному. Разные оттенки. Но если у вас нет возможности купить Белоруссен, покупайте эссенс. И не заморачивайтесь. Будет точно плюс-минус то же самое. Конечно, в зависимости опять-таки от текстуры кожи. Деликатное сияние. Деликатное сияние. Мельчайший помол. Выглядит на лице бомбически. Красиво. Базу вы увидите. Поэтому, касаемо этого оттенка, это нейтральный и холодный потон. На теплый потон не подойдет. Потому что на камере сейчас он выглядит, как будто он немножко тепленький. Но нет. В рамках свотча он будет выглядеть скорее прохладненько, нейтральненько. Будет уходить в шампанское. Но прохладное шампанское очень хороший бюджетный продукт. По помолу будет напоминать более дорогие продукты. Кукис фосанта. Сделано точно на том же заводе. Но здесь уже более яркое сияние. Если вам не нравится деликатное на каждый день. Вы любите поярче. То кукис фосанта. И плюс хайлайтер немножко дуохромит. Из золотого в розовый. Подойдет на любой потон. Единственное, что на теплом летом. Возможно будет слишком уходить в нечто розоватый. И отдавать немножко чем-то беловатым. Но будет смотреться в любом случае очень красиво. Плюс здесь есть дополнительные какие-то легкие вкрапления отдельных блесточек. На этом по однушкам все. Первая палетка у нас с вами будет от бренда Evelyn. Да, это не новинка 22 года. Но я впервые попробовала эту палетку. И она мне понравилась. Здесь неплохой бронзер-скульптор. Он не сильно рыжит. Хорошо тушуется. Пигментация здесь легкая у всех продуктов. Меньше всего мне здесь нравится хайлайтер. Но скульптор и румяна огонечек. Вполне себе ходовые неплохие оттенки. И плюс палетка существует в нескольких оттенках. И Catrice. Конечно же Catrice. У нас с вами будет две палетки от Catrice. Давайте начнем с той, которая вышла чуть-чуть. Раньше это ковьер Гош. Здесь очень крутая упаковка для бюджета. Здесь у нас с вами есть бронзер, двое румян и хайлайтер. Хайлайтер мне не очень нравится. Но мне нравится бронзер. И мне нравится румяна. Классно тушуется. Особо сильно не пылят. Бронзер здесь нейтральный. Который не уходит нечто рыжее. Смотрится практически на всех хорошо. Румяна могут чуть-чуть минимально подпиливать. В зависимости от кисточки. Тоже классно тушуется. Вот пигментация уже у румян будет ближе к средней. Поэтому нужно именно румяна наносить аккуратнее, чем бронзер. Хайлайтер мне не нравится. Потому что у него есть база. И она видна на лице. К сожалению, это база полупудровая. И если сравнивать этот хайлайтер с Белли, то Белли мне нравится все-таки чуть-чуть побольше. Потому что это мельче помой. Еще одна лимитка от Catrice. Летняя лимитка. И здесь у нас с вами два обалденных хайлайтера. Просто супер классных хайлайтера, которые сияют из космоса. Если вы любите поярче, то вам сюда. Один хайлайтер у нас с вами холодный. Второй хайлайтер у нас с вами теплый. Холодный хайлайтер у нас уходит из чего-то светлого в розоватую. Немножечко дуохромит. Второй хайлайтер классический из шампанска. И который уходит чуть больше в нечто золотое. Бронзер вам не понравится, если вы нейтральная или холодная девочка. Потому что он немножечко рыжит. Минимально, но все-таки такой момент присутствует. И есть легкая красненка. Касаемо румян. Они тоже немножко тепленькие. Это персико-розовый оттенок. Достаточно яркий персико-розовый оттенок. Здесь обалденная прессовка. Тени. Продукты для лица не пылят. Отлично набираются на кисточках. Но пигментацию у этих двух продуктов средняя. Я бы даже сказала местами выше средней. В зависимости от кисточки. Так, теперь мы с вами будем переходить на брови. Потом на глаза. И закончим губами. Продуктов для бровей у нас с вами будет не очень много. И начнем мы с продукта, который у меня закончился. Но который я хочу отметить. Это карандаш для бровей от бренда L'Oréal в оттенке блонд. Замечательный карандаш с отличной щеточкой. Мягкая текстура. Тонкий грифель. Отлично переносится и не царапает брови. Далее. Colourpop. Да, Colourpop в оттенке блонд. Тоже неплохой продукт. Из минусов это то, что когда вы начинаете доставать продукт, вы не можете его обратно закрутить. То есть у нас с вами работает дозатор только в одну сторону. Очень мягкая текстура. Отлично распределяется. Также не царапает кожу. И все замечательно. И отлично у нас здесь с вами в пару идет щеточка. Essence. Отличная текстура. Отличный продукт. Но ужасная упаковка. Но тем не менее я знаю, что многие покупают исключительно продукты за текстуру. В ней чем-то будет напоминать Кико Милана. Достаточно в меру мягкий. И отлично при этом рисует супер классные цвета. Супер классные оттенки. Замечательная щеточка. Тоже мне более чем нравится. Более чем устраивает. Отмечу также тинт для бровей от бренда Essence. Исключительно за оттенки. И вы должны понимать, что это тинт, а не фиксатор для бровей. И его нужно наносить как тинт. Мы с вами значит берем щеточку и переносим через руку продукт. Бренд называется... Ой. Бренд называется Brow Like a Boss. И фиксаторы. У нас здесь с вами будет 4 штучки. Давайте начнем с классических фиксаторов. Во-первых, я хочу также отметить Catrice. Clean ID. Он у меня... Остатки где-то есть. Но выглядит некрасиво. Поэтому показывать не буду. Классно держит брови. Классно держит волоски. Но это прям супер жесткая фиксация. Если вы любите эффект понатуральный, вам не понравится. За эффектом понатуральный идем к Clareal. Это Plump & Set Brow Artist. И также Evelyn, который называется Brow & Go. Brow & Go это будет самый слабый по фиксации гель. Но при этом он в то же время... Вы можете задать и направление, и выстроить волоски. И все будет в принципе неплохо. Если хотите добиться эффекта пожестче, придется поднаслаивать. В принципе, оба продукта работают неплохо. Щеточка мне даже больше, наверное, нравится у L'Oreal, чем у Evelyn. Но за супер фиксацией Catrice или же Clux Visage. Два воска для бровей. Не могу их не отметить. Это P.E.Z. и Evelyn. P.E.Z. мне нравится чуточку меньше. Но, возможно, он вам понравится. Поэтому я вам, пожалуй, все-таки его предложу. Evelyn мне нравится чуточку больше. Потому что он чуть менее жирный. По свойствам они плюс-минус хожие. Неплохо держат волоски. Но все сильно зависит от того, насколько жесткий у вас волос на бровях. Если у вас средней мягкости волос или мягкие волосы, все будет таки. Все будет неплохо держаться. Если сильно жесткий, скорее всего, вам не хватит. И я напомню, что когда вы наносите такие продукты, их нужно зачерствовать в обе стороны. То есть вы должны полностью проработать волос. Если вы будете работать с воском, как с обычным фиксатором, то не прокатит. Продукт будет плохо держать. И аккуратненько в зоне вокруг бровей. Потому что это достаточно жирненькие продукты. И тональная основа может не лечь. Либо же вы можете их положить, распределить на тон случайный. И тогда у вас будет блестеть лоб. Поэтому аккуратненько. Переходим к глазам. И мы с вами начинаем с кремовых теней. Начнем мы с бренда Catrice по классике. Это новая формула в кремовых теней в стеке. Которая вышла в 2022 году. Я также думала вам показать и фроше. Но потом, когда я сделала сводч Catrice и и фроше. Я поняла, что и фроше я вам больше показывать не хочу. Потому что и фроше чуть более сухая формула. Catrice прям супер мягкая. Отлично распределяется. Классно тушуется. Есть очень интересные и ходовые дневные оттенки. Далее у нас с вами будет два продукта от бренда NYX. И начнем мы с Glow Shot. Вот у меня в оттенке личи изначально кажется. Мне даже, когда я смотрю на экран и смотрю на этот оттенок. Он выглядит нейтральным. Он выглядит бежевым. Но здесь есть классное и интересное вкрапление. Каких-то синеватых оттенков. Синеватых блесточек. За счет этого получается зеркальный эффект на глазах. И продукт выглядит просто супер замечательно. Классно тушуется. Нет никаких залипаний. Мне очень сильно понравилась эта линейка. И там, по-моему, вышло 13 оттенков. Очень хорош. Далее у нас с вами будет SFX Face & Body Paint. Хороший и интересный продукт. Скорее всего понадобится, если вы занимаетесь боди-артом. Классно переносится. Но вы должны понимать, что продукт не обладает самофиксацией. То есть он до конца не фиксируется. Но при этом он супер легкий, супер податливый. Им очень классно рисовать стрелочки. Вот стрелки мне рисовать им просто безумно понравилось. Все так легко идет. Все легко тянется. Нет никаких залипаний. Нет никакого заборчика. В общем, самое оно. Теперь перейдем к однушкам. Их у нас с вами будет три штучки. Начнем с Essence. Это Soft Touch Eyeshadow в оттенке 0.7. Хорошо. Хороший металлизированный оттенок. Легко набирается пальчиком. И лучше переносить его пальчиком. Это супер яркое насыщенное сияние. Которое вам будет подчеркивать текстуру глазика. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратненькие. На кисточку не на каждую наберется. Интересный оттенок. Здесь есть какие-то еще дополнительные вкрапления. Сам по себе цвет золотистый. Но есть белые точечки. И когда вы смешиваете, вы получаете скорее оттенок шампанского. Вначале поговорим про Colourpop. И потом перейдем к Мише. Потому что Мише для меня это прям супер топчик. Sparkle от Colourpop. Тоже классная и интересная текстура. На глазах смотрится красиво, яркое, насыщенное сияние. Есть дополнительные какие-то вкрапления блесточек. И это скорее глиттерные вкрапления блесточек. Поэтому если вам не нравится глиттер, то вам продукт скорее всего не зайдет. Из нюансов. Здесь немножко рыхлая текстура. И продукт очень легко набирается с одной стороны кисточку. С другой стороны у вас все блесточки будут просто вокруг и всюду. И моя звезда. Звезда этого года. Это Миша. Sparkle. Он переливается из нечто золотого в розовое. Он немножко дуохромит. Он без базы. Здесь отдельные именно блесточки. Просто смотрится бомбически на глазах. Настоятельно я рекомендую. Стоит в среднем в районе 8 долларов на джоулс. Это супер классный продукт. Из минусов. Он вообще не набирается на кисточку практически. Очень тяжело его набрать на кисточку. Теперь давайте перейдем к карандашикам. И начнем мы с вами с карандашиков, которые не обладают самофиксацией. То есть с восковых карандашей. Здесь у нас с вами будет Catrice, Lavera и NYX. Очень даже неплохо. Очень неплохие варианты. На каждый день учиться рисовать стрелочки. Неплохие варианты для карандашной техники. Неплохие варианты, чтобы рисовать растушеванную стрелку. Они неплохо тушуются. Они достаточно сильно пигментированы. И при этом мягкие. Они не травмируют глаз. Они не тянут. Не царапают глаз. В общем все с ними прекрасно и замечательно. Теперь перейдем к гелевым текстурам. И начнем с коричневого оттенка. Клио. Мягкий гелевый продукт. Который достаточно стойкий. Отлично тянется. Достаточно сильно пигментированный. Хорошо. Прямо мягко говоря. Хорошо. Catrice. Catrice механической версии. Но не сказать, что тут очень большой выбор оттенков. В большом сожалению. Здесь есть. Вернее у них есть черный, коричневый, серый. Это будут замечательные, интересные продукты. Замечательные цвета. Мягкая формула. Которая легко переносится. Легко отдается. Глаз не травмирует. Не царапает. Вам будет очень комфортно. И при этом продукт достаточно стойкий. NYX. У меня два карандашика от NYX. И оба они в принципе хорошие. Они достаточно сильно пигментированы. Они мягкие. Легко переносят. Легко цепляются на слизистую. Что самое главное. И они достаточно стойкие. Особо никуда не уплывают. Не могу не отметить бренд Vivo. И также их гелевые карандаши. Хорошо переносится. Держится на слизистой. Хорошо. Конечно, если у вас глазик постоянно течет. Практически любой карандаш у вас потечет. Достаточно сильная пигментирует. Ну ладно, средний. По пигментации. Мне понравилось. И при этом он достаточно мягкий. Если вы любительница ламельного. Сейчас решили не покупать ламель. По тем или иным причинам замена. Это LA Girl. У них большой оттенок цветов. Продукт мягкий. Сильно пигментированный. Легко цепляется. Легко переносится. И достаточно стойкий. Сравнивая его с ламель. Ламель конечно будет мягче. Но по эффекту на глазах. По тому, как они работают. На мой взгляд они взаимозаменяемы. И нет. Ну и хотела сказать и туши. Но нет. Лайнеры. Лайнеры от Beauty Base. Это цветные лайнеры. Которые у нас с вами активируются от воды. Вы берете фиксатор. Пшикаете. Смешиваете. И переносите. Достаточно сильные по пигментации. Хорошо распределяется. Хорошо наносится. С ними легко. Изначально я хотела вам еще показать Revolution. Но потом я поняла, что нет. Я не хочу вам показывать Revolution. Потому что Revolution будет твердовато. Beauty Base будет гораздо мягче. И с ними будет гораздо легче. Туши. Maybelline и Evelyn. Туши как вы видите не очень много. У Maybelline также вышли две другие туши. Но они меня так сильно не зацепили. Изначально меня и Sky High не сильно зацепило. Потому что как только вы вскрываете вашу упаковочку со Sky High, она немножко склеивает ресницы. Но потом, когда продукт начинает раскрашиваться, все становится просто замечательно. Отлично распределяется тушь. Нет ни комочков. Ничего не сыпет. Может чуть-чуть посыпать. Если вы наслоите в слое 3-4. И тогда вот эта вот настройка, благодаря которой у нас с вами получается длинная ресница, будет падать. Вот это единственный вариант, в котором, при котором, вернее даже случай, при котором тушь будет цепать. И Evelyn. Sexy Eyes. Тоже неплохая тушь. Классно распределяется. Классно работает. Немного дозатор. Не очень. Потому что слишком много продукта достается. Но сам продукт распределяется отлично. Прокрашивает классно ресницы. Разделяет их. И дает легкое удлинение. И давайте переходить с вами к губам. Карандаши от Catrice. Формуле Velvet Matte и Plumping Lip Liner. Мне понравились обе формулы. Они немножечко разные. И с одной стороны у нас с вами механическая версия. С другой стороны у нас с вами классический карандаш. Это гелевая текстура. Супер мягкая и достаточно устойчивая. Достаточно стойкая. Классные оттенки. Классная формула. Классный продукт. Все круто. Берем. Essence. Essence. Также у меня будет механическая версия. Которая называется 8 часов мат. Хорошо. Но по мягкости мне кажется, что Catrice будет все-таки чуть-чуть помягче. Это гелевая опять-таки у нас с вами текстура. Стойкая. Хорошо переносится. Далее. Давайте поговорим про L'oreal. Это будет единственный карандаш. У нас с вами в восковом виде. То есть это продукт, который может слазить. Притом достаточно легко. Но мне нравится то, что несмотря на то, что это восковая текстура. Несмотря на то, что это достаточно твердый карандаш. Пигмент легко переносится. И легко отдается. И большая линейка оттенков. Evelyn. Evelyn. Механический карандаш. Тоже супер мягкий. Легко переносится. Достаточно стойкий. Это гелевый карандаш. И прекрасная текстура. Прекрасные интересные оттенки. Lavera. Да. У нас с вами опять еще будет Lavera. Карандаши. Гелевые. Стойкие. Мягкие. Все. Больше тут добавить нечего. Правда. Это очень хорошие карандаши. Только нужно выбрать оттенок под себя. Еще покажу формулу от Revolution. Которая мне также понравилась. Потому что гелевый пигментированный стойкий карандаш. И при этом он легко переносится. Замечательно. В общем все очень круто. И переходим к помадам. Начнем мы с вами опять-таки с Catrice. Melting Kiss. С одной стороны мне эта формула нравится. С другой стороны я понимаю, что она понравится не всем. Здесь очень слабая пигментация. Здесь есть оттенки, но они практически незаметны на губах. Просто сама по себе формула очень комфортная. И это вариант из разряда положить косметичку и быстро накраситься. Хорошо переносится. Продукт немножечко такой будет жирненький, увлажняющий. И вопрос в том нравится ли вам такое. Catrice в оттенке, вернее в формуле Matte Lover. Это помада карандаш. Это именно матовая помада карандаш. И здесь средняя пигментация. Легко переносится. Очень комфортная текстура. Очень легко накрасится. Плюс плотный пигмент. И сам по себе продукт замечательный. И две, еще две формулы от Catrice. Формула Shine Warm. Это легкая по пигментации формула. Это классический кремовый продукт. Который отлично переносится. И легко распределяется. Но вы должны учитывать, что это во-первых полусатиновая формула. А во-вторых здесь у нас с вами будет не очень много пигмента. Лимитированная коллекция и коллаборация со злодейками. В моем случае у меня Maleficenta. Тоже неплохая кремовая формула от Catrice. Она уже не матовая. И она уже не сатиновая. Это классическая кремовая помада. Хорошо переносится. Приятная на губах. Держится средненькая. В то время как самой нестойкой версией будет именно Melting Kiss. Жидкая сатиновая матовая помада от бренда Evelyn. Которая у нас с вами называется Vritte. Пахнет вкусно. Достаточно сильно пигментированная. На губах стойкая. Но может подсушивать немножечко губы. Особенно спустя часа 3-4. Интересный продукт. Интересные оттенки. Lingerie. Я впервые попробовала этот продукт от NYX. И он просто великолепный. Сильная пигментация. Можно использовать в качестве подложки под тени. И будет держаться просто бомбически стойко. Немножко может подсушивать губы. Тоже спустя 3-4 часа. В зависимости от того как вы подготовили губы к такой помаде. Это матовая структура. Это матовая формула. Два продукта от бренда Maybelline. Линейка которая называется Go Green. И это наверное единственный продукт, который мне на 100% понравился из этой линейки. Это классическая бальзамная помадка. Которая неплохо увлажняет губы. И дает легкий оттенок. Приятно на губах. Сильно, вернее долго держаться не будет. Но при этом супер комфортно. Vinyl Ink. Это помада, по которой все сходили с ума. В 22 году. Она действительно стойкая. Но изначально она может переноситься. В зависимости от того сколько продукта вы нанесете. Она супер пигментированная. Может немножко подсушивать губы. Опять таки спустя 3-4 часа. В зависимости от того как вы губы подготовите. Интересная формула от бренда Colourpop. Называется Fresh Lines. Это Lip Cream. Очень комфортно на губах. Полукремовая текстура. Полумуссовая текстура. Выглядит и носится просто замечательно. Да, это тоже будет не самая стойкая версия. Но это будет безумно комфортная. Пигментированная версия продукта. Корея. Корея и бренд Moonshot. Очень стойкий продукт. Просто безумно стойкий продукт. Держится в районе 8-10 часов. Особенно если вы не будете кушать какой-нибудь супчик. Вот прям будет держаться до победного. Может подсушивать губы. И скорее всего будет подсушивать губы. Особенно спустя часов 6. Формула здесь полувелюровая. Отлично держится на губах. Продукт ко всему прочему еще тинтует. Я советую наносить исключительно с карандашиком. Так как это у нас с вами полумуссовая, полувелюровая формула. Когда вы будете прорисовывать контур именно аппликатором. У вас получится эффект зацелованный губ. Но никак не четкого контура. Поэтому здесь обязательно использование карандашиком. И давайте переходить к каким-нибудь бальзамчикам. Бальзамчиком и блеском для губ. Осталось совсем чуть-чуть. Я полюла отмечу. Этот бальзамчик от Essence. С коллаборацией, вернее коллекцией cookies for Santa. Это бальзам с блесточками. Но он очень комфортный. Выглядит на губах очень симпатично. Можно наносить на карандашик. Вы получите легкий блеск. Плюс продукт безумно комфортный. У меня тут уже чокер перекрутился. Простите, извините. Не заметила в какой момент. Катрис. Катрис Валимазин Экстрим Лип Бустер. Это что-то вроде маселка для губ, но с плампинг эффектом. Здесь есть блесточки. И эти блесточки сияют безумно красиво на губах. Существует, по-моему, в трех или в четырех оттенках. Подберите свой. Вы должны понимать, что здесь у нас с вами в составе ментол. И, по-моему, даже немножко есть перчика. То есть, если вам не нравится такой эффект, значит вам формула не понравится. И две последние кроссовки. Это Эвелин опять-таки Варьете Кулин Кис. Здесь у нас с вами также есть плампинг эффект. Очень классные оттенки. И очень плотные блески для губ. Обратите внимание, если вдруг еще не пробовали. У меня, по-моему, в каком-то из первых оттенков. Да, номер 02. Очень классно, сильная помаду или же карандаш не растворяет. И последняя звезда. Также я попробую только в этом году. Это Maybelline Lifter Gloss. Очень-очень крутой продукт. Прям по сиянию бусечка. Комфортный на губах. Текстуру не растворяет предыдущих продуктов. Носится замечательно. Никуда не стекает, не растекается. И на этом мы наконец-то с вами заканчиваем. Напишите, пожалуйста, в комментариях вашего фаворита среди бюджетной косметики в 2022 году. Я надеюсь, видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписаться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока.